Бой Алимханулы против новозеландца Андрея Михайловича отменен. Женебек Алимханулы потерял сознание и попал в больницу. Промоутерская компания ТопРэнк сообщила, что казахский боец столкнулся с проблемами во время сгонки веса. Менеджер Женебека Эгис Климас раскрыл подробности случившегося. Женебек скидывал последние граммы, когда потерял сознание. Мы немедленно доставили его в медицинский центр, где ему поставили капельницу. Сканирование не показало повреждения почек, но Женебек сильно обезвожен и не в состоянии драться. По сообщениям источника, сейчас состояние Женебека в норме и говорят, что за 2-3 месяца он окончательно восстановится и вернется на ринг. Карлос Алькарас обыграл Даниила Медведева в полуфинале Уимболдена. Соперником в решающем противостоянии будет Новак Джокович, который в 10-й раз карьере вышел в финал Уимболдена. Алькарас и Джокович второй раз встретятся в финале турнира Большого шлема. Год назад испанец обыграл Новака в финале Уимболдена. Получится ли в этот раз, узнаем в воскресенье. Австралийская бегунья Джессика Хал побила мировой рекорд на дистанции 2000 метров на этапе бриллиантовой лиги в Монако. Она показала результат 5 минут 19,70 секунды. 27-летняя австралийка стала первой женщиной в истории, которой удалось выбежать из 5 минут 20 секунд на данной дистанции. Это первая победа девушки на соревнованиях подобного уровня. Предыдущий рекорд 5 минут 21,56 секунды был установлен Франсина Нянсаве из Бурунди 14 сентября 2021 года. Баппе может приобрести французский клуб Канн. Журналист французского издания RMC Sport Даниил Риола сообщает, Киллиан Баппе заинтересован в покупке клуба Канн из Лиги 2. Забавно, что до перехода в Монако в 2013 году 14-летний Киллиан мог отправиться как раз в Канн. Сделка сорвалась только потому, что норманцы вылетели во второй дивизион. Продолжение следует...